Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. И сегодня я делаю для вас очередной традиционный расклад карты дня. Какие энергии отыграются в пиковых проявлениях в определенный период нашей жизни. Сегодня мы будем смотреть 2 августа 2020 года. И использовать я буду колоду Taro Grand Lux. 4 варианта у нас, как всегда, традиционно 1, 2, 3, 4, белое, синее, желтое, либо зеленое сердечко. Выбирайте по номеру, по цифре, которая вам нравится, по цвету сердечка. Либо по карте-сигнификатору ситуации, самой энергии дня, которую я сейчас буду выкладывать. И я хочу вам напомнить, для чего нужен этот расклад. Для того, чтобы быть предупрежденным о неких вибрациях, проявлениях каких-то энергий. Чтобы вы могли гармонично, гармонично сами выйти из каких-то сложных ситуаций. Либо, может быть, получите просто ценную подсказку о том, как действовать в той или иной ситуации. В общем, это просто милые, добрые подсказки, которые очень во многом нам помогают. Итак, первый вариант, второй, третий и четвертый. Это сама энергетика дня. И давайте я из другой колоды, классической колоды, золотой тару, возьму еще по подсказочке, чего лучше избегать в этот период, для того, чтобы события складывались наиболее позитивным для вас образом. Вариант номер один, номер два, три и четыре. Если вам нужно время для того, чтобы определиться еще какое-то дополнительное время, пожалуйста, ставьте видео на паузу. А мы будем начинать. Вариант номер один, белое сердечко. Аркан влюбленный, аркан луна. У вас выпало два старших аркана. Первый вариант. У вас довольно день важный в вашей жизни, потому что старшие арканы нам всегда об этом свидетельствуют. И аркан влюбленный говорит о том, что, во-первых, вы сейчас можете находиться в каких-то отношениях партнерских, которые вас захватывают полностью. Причем это могут быть любовные отношения, могут быть отношения на работе, могут быть отношения с кем-то вообще посторонним каким-то человеком. Не обязательно любовные. Хотя, конечно, во многом и любовные отношения. Эта тема вас сильно захватывает. И сейчас, в принципе, ваше сердце наполнено позитивными энергиями, позитивными вибрациями. Вы несете свет некий в жизни. Вы несете, ну, по аркану влюбленные, какие могут быть энергии. Самые-самые светлые и прекрасные. Но также это аркан очень частый какого-то выбора. Вы сейчас можете находиться перед выбором, неким выбором. И этот выбор вам необходимо все-таки сделать. Нужно понимать, что постоянно находиться в состоянии выбора не есть правильно. Нужно принимать правильное решение. Поэтому подумайте, перед каким выбором вы стоите, и вам нужно определиться в ближайшее время. В общем, это аркан очень хороших партнерских отношений, хороших позитивных энергий, эмоций каких-то приятных, любовной энергии, энергетики, в принципе. Что нужно избегать аркан Луна? Вам нельзя сейчас в этот период впадать в депрессию, в какие-то такие вот эмоциональные моменты. Если вам хочется грустить, если вам хочется в какое-то болото эмоциональное погрузиться, страдать, переживать, вот этого избегайте. Потому что вы будете терять очень много энергии. Этот аркан говорит о том, что не погружайтесь в это болото. Даже если вам захочется себя пожалеть, либо поплакать об ушедшей любви, либо о каких-то упущенных возможностях. Это, конечно, всё можно сделать, но надолго в этом застревать нельзя. Потому что аркан Луна как раз и говорит о состревании в какой-то ситуации эмоционального спада. Вот этого вам нужно избегать. Также по аркану Луна я вам могу сказать, что сегодня не стоит принимать алкоголь. Не самый лучший для вас сейчас период для того, чтобы принимать алкоголь. Немножко воздержитесь от этого. Второй вариант. Энергия дня. Чего нужно избегать? Ну вот у вас они прям ярко говорят, у баркана друг о друге и друг за друга. Сама энергия дня у вас аркан умеренность. Очень хороший аркан, который говорит о том, что всё спокойно. В Багдаде всё спокойно, как говорится. Может быть, конечно, немножко рутина некая в жизнь вашу вошла. Но это даже и хорошо, потому что никаких потрясений. Знаете, вот как говорят, отсутствие новостей есть хорошая новость. Приблизительно то же самое у вас. Сегодня вам очень хорошо бы заняться какими-то практиками по гармонизации своей энергии внутренней, своего внутреннего потенциала. Нужно провести спокойный день, потому что у вас энергия сама по себе спокойная сейчас. Покоя, умиротворённости, отсутствие каких-то фурс-мажорных вещей в вашей жизни, каких-то волнений. Поэтому вам хорошо заняться своим внутренним покоем, своей внутренней гармонией. Вот подумайте об этом. Может быть, какие-то практики поделать, психологические книжки почитать, посмотреть какие-то видео очень полезные для вас. В общем, хороший день, свидетельствующий о том, вообще энергия хорошая о том, что никаких потрясений, никаких острых моментов нет. И оборотная сторона этой медали – это то, что чувствуете, что нет движения, какая-то рутина. Вот если вам хочется изменить что-то, то не сегодня, потому что в предупреждении идёт шестёрка жезлов, аркан победителя, аркан действий, аркан вот такой амбициозности. Сегодня это всё не нужно проявлять. Сегодня нужно провести день спокойно. Просто спокойно. Лучше всего в мыслях каких-то высоких, красивых занятиями с собой, своим саморазвитием, своим здоровьем. Возможно, какие-то процедурки поделать. Ну, в общем, провести день в покое. Вот так. Третий вариант. Аркан шут и аркан семёрка мечей. Так и хотелось сказать, не будьте плутом сегодня. Если захочется кого-то обвести вокруг пальца, вы это сделаете очень легко, очень легко. Но стоит ли это делать? Хорошо, задумайтесь. Также имейте в виду, что и вас тоже, конечно, по этим арканам могут сегодня попытаться как-то развести, провести, обвести вокруг пальца. Но вы здесь умный человек, вы поймёте, что к чему, тем более вы предупреждены. Ну, энергетика дня у нас сама по себе аркан шут. Это что-то новое, это новое начало. Новое начало, говорю, да, тавтология. Начало чего-то нового. Это новый импульс, это вдохновение. Это по, знаете, юношески наивно, но это очень здорово, классно, такой задор. На лайте пройдёт день. Легко, без проблем. В принципе, любые абсолютно ситуации подвластны к разрешению. Вы можете спокойно рисковать, что-то предпринимать, начинать что-то новое. Потому что аркан шут – это и есть новое. Он часто говорит, рискни, и всё получится, всё будет хорошо. Также этот аркан очень часто говорит о том, что энергетика детская, юношеская, каким-то образом отыграется в вашем дне. Может быть, делами детей будете заняты, либо юноши, девушки, может быть, у вас подростки, дети. А может быть, просто посторонние какие-то люди, молодые, каким-то образом отыграются в вашем дне. Но вообще аркан шут в первую очередь говорит о том, что всё легко получается, всё хорошо. И перед вами открываются какие-то новые возможности. Имейте это в виду, пожалуйста. Вот такой у нас получился аркан. А как предупреждение, чего стоит избегать? Ну, вам следует-то на самом деле избегать какой-то нечестной игры, манипуляций. Сами не делайте этого. Имейте в виду, что если почувствуете со стороны кого-то, то вы уже предупреждены. Держите ухо во строк, я бы так сказала. В первую очередь сами, если вам захочется как-то нечестно с кем-то себя повести, всё-таки подумайте, стоит ли игра свеч. Так, теперь четвёртый вариант – зелёное сердечко. Аркан двойка кубков. Ну, это аркан эмоций, это аркан очень хороших, так же, как и в первом варианте, партнёрских взаимоотношений. Сегодня у вас всё складывается хорошо в плане общения с другими людьми. Сегодня вы можете заключать контракты, подписывать договора, заключать какие-то сделки, договариваться с людьми. Сегодня у вас всё получается. Сегодня вы производите такое очень позитивное впечатление на людей, и люди к вам относятся соответствующим образом. Также этот аркан, конечно, говорит о том, что можете быть влюблены, либо влюбиться сегодня, либо иметь какое-то свидание романтическое, либо, может быть, вообще встретите человека, который впоследствии станет вашим любовным партнёром. Но это аркан в любом случае очень хороших, позитивных, мягких эмоций, которые сегодня посетят вас. Чего нужно избегать? Ну, избегать нужно проволочек какой-то волокиты. Если вот вы что-то откладываете, какое-то дело в долгий ящик, не нужно этого делать. Обязательно поймите, что затягивать ситуацию нельзя. То есть, если есть какие-то моменты, не разрешающиеся в вашей жизни, то постарайтесь их решить как можно быстрее, потому что ожидать здесь незачем. Либо вообще ситуация, какой-то ситуации, допустим, вы ждёте чьего-то другого решения, либо там, что она сама собой разрешится, эта ситуация. То ожидать тут не надо. Тут нужно брать инициативу в свои руки и решать эти моменты, эти вопросы. Ну и не лениться, потому что это ещё и аркан бывает лентяя. Занимайтесь сегодня чем-то. Не позволяйте себе ленность. Вот такой получился расклад у нас на 2 августа 2020 года. Я хочу вам напомнить, что если вы хотите обучиться расклады Таро делать самостоятельно для себя, для своих близких, либо хотите сделать это своей профессией, вам нравится моя манера подачи информации, пожалуйста, пишите в личку. Буду рада вам помочь. Видеоанонс моего обучающего курса находится под каждым роликом. Благодарю вас за лайки, за ваши тёплые слова. Желаю всем только самых позитивных, прекрасных энергетик вашего дня. Счастья, любви, всего самого светлого и прекрасного. Всех целую, люблю. Пока-пока, до завтра.